Я вчера, в общем-то, принял решение о назначении вас на секретаря Совета Безопасности, государственным секретарем. Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое, не значит, что завтра война, и нам с кем-то придется воевать, ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности, скажем так. Нам очень важно сейчас поднять значимость войск. И Вольфович, и Хрэнь, люди одного калибра, будем откровенно говорить. Люди подготовленные, я так внимательно изучал их биографии, они и параллельно прошли тот же путь. И я всегда дотошно смотрю, были ли на земле. Они взводами командовали, и ротные опыты батальона. То есть они знают, жизнь армии не понаслышке, это очень важно. Я думаю, что они найдут взаимопонимание в армии. Иначе и быть не может, в общем-то, в белорусской армии. Если понимания нет, значит, и людей там не должно быть таких. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что у Вольфовича в последнее время прекрасный опыт работы в генеральном штабе. Поэтому я шел необходимым не дергать его оттуда, потому что должность начальника генштаба, очень важная должность. Я, конечно, не созрел для того, чтобы реформировать армию таким образом, чтобы министр обороны был каким-то представительскими функциями, обладал. А начальник штаба был фактически руководителем армии. Я думаю, единоначалье для нас нормально. У нас компактная, не такая большая и немалая армия. Поэтому нам не надо ломать здесь структуру управления. Но общий язык надо находить. Все трое – люди подготовленные. Преданные беларуси, любящие Беларусь и люди, которые не мыслят вообще своей жизнью без этого куска земли. Думаю, у нас общие цели, общие задачи перед нами стоят, и мы должны будем их решать.